здравствуйте это канал максимадзе и все мы с вами знаем такую старенькую замечательную игру как как достать сосед ну конечно же вы все ее знаете мы ее с вами проходили и много кому в детстве она нравилась вот и из тех взрослых вот которые сейчас ютуберы они наверняка все знают эту игру и она очень была популярна в странах снг сожалению она не набрала особой популярности на родине разработчиков и из-за этого они разработчики впали в банкротство и не смогли выпустить третью часть этой игры но что если я вам скажу что некоторые другие разработчики решили сделать клоны этой самой игры и повторить ту же самую концепцию и клонов у игры как достать соседа очень много и перечислить я вам их не уверен что смогу я могу что-то обязательно забыть но давайте рассмотрим из неофициальных сиквелов то что я хотя бы знаю поехали перед неофициальными сиквелами то бишь клонами как достать соседа мы сначала взглянем на кое-что другое мы сначала взглянем на игру под названием как достать босса это убогое подобие шутера где нужно кидаться в босса бумагой до тех пор пока он не захочет удрать из комнаты в игре всего лишь три неинтересных безвкусных уровне после которых вам предложат пройти игру с самого начала вышла эта игра значит 2005 году и занимает довольно мало места ну понятно с тремя уровней чудо много места на следующий год вышла как достать босса 2 непонятно только для чего у нее мало изменений только и то что босса изменился научился давать сдачи при которой отнимались очки у игрока и поменялись локация так а уровней также осталось 3 но забыл еще сказать у этой игры были также и апгрейды которые позволяли бы стрелять быстрее или точнее в общем игра скучная и интересная я не думаю что она кому-то понравится давайте уже перейдем наконец-таки клоном игры как достать соседа первым неофициальным сиквелом стала игра как достать соседа 3 в офисе на титульном экране уродливые рожи у всех ну и эпизодов у этой игры немного меньше чем в предыдущих играх и вышла игра в 2006 году и продавалась на дисках главного персонажа игры зовут базе выглядит он довольно странно каким-то по и какой-то поехавший тип и сосед ничем не лучше сосед здесь какой-то старый и вы только посмотрите как он ходит я не видел нормальных людей которые такой походкой могут ходить вообще графика у этой игры довольно мыльная и ввели сюда 3d выглядит она немного стрёмно я вам хочу сказать в этой игре не нет никакого сюжета просто герой ходит и пакостит вот этому старику первой части ведь какой-то сюжет был да там сосед достал нашего главного героя вуди этот пошел ему мстить и снимать это все по телевизору а здесь никакого сюжета нам не раскрывают действие игры происходит в каком-то офисе в каждой миссии у нас открыто определенное количество комнат какие-то комнаты закрываются какие-то открываются но есть еще один такой большой минус у этой игры здесь очень сложно найти предмет для пакости вам потребуется влезть в каждый уголок поюзать курсором по каждому пикселю и поверьте из-за я много чего не сумел найти и игру пройти я толком не смог возможно все из-за этого минуса вот реально юзой юзой все равно сложно найти предметы даже даже на втором уровне этот нафталин будет очень сложно найти вот он на одном двух пикселях я даже самую первую миссию не смог пройти без помощи интернета вот серьезно на более поздних уровнях в подвале в гараже появится еще один человек который может дать главному герою люлей это сторож пакости кстати смешными на самом-то деле не кажется все происходит поржать толком у меня ни разу не получилось естественно график это сама по себе стала более мультяшный чем в первой и второй части ну в общем давайте уже наконец-то забудем про эту игру и перейдем к следующей 2007 году насколько я помню выходит как достать соседа 4 с подзаголовком на отдыхе на титульном экране все те же самые персонажи тот же самый сосед тот же самый главный герой на титульнике довольно таки неплохая музыка как по мне кстати говоря просто послушайте в этот раз миссии целых 15 штук это больше чем первых двух частях действие игры происходит на какой-то базе отдыха сосед также ходит этой непонятной дебильной походкой но окружение вокруг выглядит гораздо красивее чем в офисе вот это вот убогое 3d решили убрать и вы можете поспорить но окружение действительно красивое и видимо она сделана с фотографировав на камеру природу предметы стала находить гораздо легче но все-таки пакости все равно смешными как по мне не кажутся все также выглядит нелепо как и в третьей части кстати третью и четвертую часть забыл вам сказать создала как это неизвестная русская конторка в излэп одни толком ничего не известно я не смог найти никакой информации обе игры популярности толком не получили и получили довольно негативные оценки я вам не особо рекомендую играть в эти игры потому что я очень сомневаюсь что вам не понравится ладно давайте перейдем уже к следующим играм следующая игра называется как достать студента переполох в общаге снова уроды конечно на дедульнике но все-таки здесь уже персонажи другие совершенно действие игры происходит в общежитии один какой-то непонятный студент докучает своего соседа по комнате который его замучил вы только посмотрите кстати говоря на этого соседа да он сутулый какой-то вообще ходит медленно очень долго приходится ждать пакости здесь конечно тоже ниже плинтуса и смешно как по мне они не были общежития кстати локация выглядит не так уж и плохо мне нравится но все же найти некоторые предметы здесь тоже не так-то просто придется искать по пикселям под итог скажу что эта игра мне понравилась немного больше чем предвидущее вот эти две части но все же популярность она тоже не получила следующие игры уже немного получше стали давайте перейдем к одной из таких следующая игра носит название как достать соседа из россии с любовью ее еще называют пятой частью игры хотя таковой она не является из-за плюсов игры замечу то что меню очень прикольное выглядит вот реально круто как говорится никаких лишних заходов все как на ладони у игры довольно жирный минус название когда соседа не соответствует сюжету игры сюжет и здесь повествуется о том что службы безопасности россии начали разыскивать какого-то шпиона в результате поисков информации высветился господин арнольд рубинштейн который заинтересовался подъездкой в россию и в итоге службы безопасности россии начали клепать о нем информацию после того как они вывели всю информацию нейтрализовывать этого шпиона который на самом деле таковым не являлся особо отправили господина майора виктора пулина эта игра вышла в 2008 году от компании гай фай и русабит действие и первой части игры происходит в особняке нашего олигарха рубинштейна после этого на комфортабельном самолете и в третьей части игры двухномерном красивом отеле все три локации выглядит очень красиво мне очень нравится находить предметы для пакостей стало гораздо проще чем предыдущих игры все же пакости все равно не вызывают особого смеху но все-таки скоротать время в этой игре может короче наш майор пулин решил стать пакостником попакостить этому арнольду рубинштейну после того как наш рубинштейн устал от пакостей он наконец-то решил уже отправиться в россию на самолете но вместе с ним отправился и господин пулин и пакостил ему еще во время полета ближе к концу полета господин пулин решил выбросить за борт машину нашего рубинштейна машина улетела в атлантический океан и покоилась там но все же когда арнольд добрался до отеля он вроде бы успокоился но наш главный герой все же продолжал пакостить ему и никак не давал спокойно отдохнуть в конце игры выясняется что арнольд не был никаким шпионом а настоящего шпиона уже давно поймал спецназ и его обезвредил в штабе приняли решение о немедленном завершении операции и о принесении извинений и вручению денежной премии нашему рубинштейна вот такой вот криминальный в этой игре сюжет какой-то непонятный чувак пулин пакостил совершенно невинному человеку ладно давайте перейдем к следующей игре в том же 2008 году выходит игра под названием как достать квартиру у нее довольно интересный сюжет и вступительный ролик здесь уже реально похож на мультик короче глава 7 7 из звезду новых все время забываю на своей двоечке врезается машину какого-то русского у цишки и тот ему велит отдать ему свою квартиру и начинается вопрос а где достать новую квартиру семья звезду новых смотрит на телевизор и сразу же появляется ответ на вопрос где можно достать хорошую квартиру в реалити-шоу под названием как достать квартиру который имеет еще название война с соседями кстати вы наверное уже поняли игра основана на старым сериале под названием 33 квадратных метров здесь те же самые персонажи только выполнены они уже в таком мультяшном стиле на определенных уровнях мы играем за разные персонажи семьи звезду новых каждый уровень на каждом уровне разные антагонисты ну и разные местоположения спортзал казино квартира пьяного сантехника музыкальная студия бар стройка какой-то учебный кабинет какое-то непонятное поместье колдунов квартира с бассейном и сауны медицинская клиника почта автомастерская какая-то непонятная ферма рыболова цирковая арена на которой главный антагонист является клоуном ну и конечно же съемочная площадка все локации выглядят очень даже неплохо мне нравится геймплей очень сильно поменялся теперь как здесь какой-никакой и вид сверху и комнаты стали более объемными к сожалению чтобы найти предметы тоже придется по внимательно быть внимательным потому что придется также юзать пиксели предметы очень хорошо спрятан да и пакости на самом деле здесь тоже какие-то не смешные довольно мрачный ты и но в принципе эта игра мне нравится больше чем все предыдущие но на этом приключение не заканчивается переходим к следующей игре следующая игра называется как достать соседку полный глав гламур вышла на 2009 году от компании русабит здесь теперь главным антагонистом является не сосед а соседка нормально отдыхать и тот решил ей начать мстить игра тоже не получила популярности она довольно не интересная мне она и особо понравилась я в до конца ее не проходил давайте перейдем к следующей игре от русабита в 2011 году выходит игра когда с соседа каникулы олигарха и вот эта игра мне кстати говоря даже понравилось локации здесь две это особняк нашего олигарха и пиротехнический завод короче сюжет такой в деревне под названием неждалова поселился интересный сосед который построил за целых три месяца не просто дом а целый особняк целый дворец правда вести себя по-царски нифига он не получился но в деревне но нашелся в деревне один парнишка который решил проучить его за плохое поведение и в конце первой части сжег его дом и и соседу пришлось убраться на свою работу в пиротехнический завод главный герой пакостить и на пиротехническом заводе и в итоге пиротехнический завод в конце игры взрывается дальнейшая судьба этого соседа неизвестно игра мало кому понравилось но все же нашлись те люди которым она понравилась игра не такая уж и плохая но те игры которые вам сейчас расскажу действительно вызывают странные эмоции переходим дальше следующая игра у меня уже вызвала реально по какие-то позорные эмоции потому что здесь оскорбляют можно сказать принц персии называется игра как достать принц персии и жадный халиф игра сделана на том же самом движке на той же самой основе игр как достать соседку здесь тот же самый интерфейс те же самые функции то же самое 3d в общем просто хакнутая игра переделана здесь надо делать пакости которые тоже выглядят неинтересно я в эту игру даже никогда не играл просто как-то случайно наткнулся на ю тубе игра неинтересный такой же шлак как и когда стать соседку и впрочем это наверное все игры если не официальный сиквел который я знаю был еще какой-то непонятный клон на android который я не могу найти возможно он исчез уже давно наткнул была какая-то еще версия неофициальный клон который выходил только в германии больше нигде который можно купить только на амазоне конечно же я делать этого не стану я не могу эту игру он показать потому что я не знаю вряд ли я ее сейчас найду в общем вот такие вот у нас неофициальные сиквел игры получились неофициальные клоны даже назовем какие же ты секунды фух я не сомневаюсь что такие игры вам могут понравиться но некоторые из них могут на самом деле понравится но большинство из игры конечно же в действительном отстой надеюсь вам понравилось это видео вы поставите ему лайк с вас лайкосы и подписываться с меня эпичные на видосы подписывайтесь на мой запасной канал и группу вконтакте до свидания а